Зависимость от видеоигр официально признали психическим расстройством. Всемирная организация здравоохранения включила игроманию в обновленный список международной классификации болезней и присвоила ей код 6C51. Внесение болезни в список ВОЗ означает, что теперь люди с зависимостью от видеоигр смогут получать полноценное лечение. Так, в Великобритании всем детям, страдающим от этого недуга, планируется бесплатно оказывать помощь. О симптомах игровой зависимости, о том, как уберечь от нее детей и подростков, мы поговорим сегодня с психологом, доцентом Института психологии БГПУ, кандидатом психологических наук Светланы Мясникович. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Неужели все так опасно и сложно? И все так страшно. Опасно тогда, когда уже совсем запущенный вариант. И хотелось бы, конечно, поговорить больше о профилактике такого заболевания. Если говорить об игровой зависимости, то в основе лежит страх решать свои проблемы в реальной жизни. И тогда эта реальная жизнь заменяется виртуальной. В виртуальной жизни человек решает свои потребности в самоутверждении, в общении, в преодолении препятствий. И иногда это так затягивает, что последствия плачевны. Слушайте, а чем тогда объяснить желание, например, моей дочери, которой уже почти пять лет, поиграть в телефон, в игрушки? Это ведь тоже зависимость или это независимость еще? Игра сама по себе не может быть предметом зависимости. Игра выполняет очень много хороших функций. И не только дети, но и взрослые любят играть для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы сменить обстановку, для того, чтобы получить эмоциональный заряд. Проблемой игра и видеоигра становится только тогда, когда она занимает большую часть времени, большую часть жизни ребенка. Но все равно, как же отказать ребенку, который приходит к своим знакомым, друзьям, видит, что те играют в игры. Там поиграл, потом пришел домой, поиграл и говорит, мама, хочу приставку, купи мне. Мама покупает. И ребенок, когда играет час, его очень сложно оттуда достать из этой игры. То есть, мне кажется, даже какая-то истерика может случиться. Что делать? Да, конечно. Поэтому очень важно контролировать время. Чем младше ребенок, тем ответственнее родитель должен подходить к тому, сколько времени проводит за компьютером ребенок. И очень важно разговаривать с ним, показывать, что есть виртуальная реальность, а есть реальность, в которой мы живем. Задавать ребенку вопросы, смотреть, как он реагирует на свое окружение, как он реагирует на разговоры взрослых. На самом деле, очень часто бывает так, что ребенок действительно учится у близких, у родителей. Если родители постоянно в смартфонах, в интернете, в играх, то ребенок принимает это за норму. Если ребенка никто не учит справляться с трудностями, то там весело, интересно, ярко, он, конечно же, погружается полностью в игру. С детьми все понятно. То есть, от них, они зависят от взрослых. А вот как с взрослым человеком разговаривать и убрать его от компьютера? Потому что очень много семей страдает из-за того, что муж там постоянно во что-то играет. Вот как договориться? На самом деле, зависимость не возникает на пустом месте. Скорее всего, она связана с тем, что человек не мог в реальной жизни решить свои проблемы и потребности. И тогда нужен заменитель. Нужна опора вовне. Для того, чтобы найти опору внутри себя, на самом деле, сначала признать, что есть определенные проблемы с окружением, с общением, с работой. Второе, после того, как человек признал, ограничивать себя в игре. Находить удовольствие в простых вещах. Находить удовольствие в том, что не является ярким, красочным и надуманным. Конечно же, это сложно. И порой нужна помощь специалиста. Но если сам человек, взрослый или подросток, захочет, то он всегда может обратиться за помощью и к друзьям, и к родителям, и к специалистам. Вы знаете, как ребенка, отличие от компьютера, от компьютерных игр, понятно. Например, я с дочкой, пойдем поиграем на улицу, занимаемся какими-то делами по дому. А вот подросток, ведь с ним гораздо труднее найти общий язык и договориться с ним о том, что с ним делать. Как его извлечь, я бы сказал, из компьютерной игры и заставить его делать что-то другое. Что для этого нужно? Учитывать индивидуальные особенности возрастная подростка, у него две главных потребности в общении, в самоутверждении. Есть вариант, когда родитель дает определенную свободу подростку, и при этом он постоянно контролирует, сколько времени подросток проводит за компьютером. И самое главное, как он себя чувствует вне компьютера. Если есть проблемы, поговорить в доверительной беседе. Светлана, вот еще один маленький вопрос. Вы знаете, говорят, что лучше болезнь предупредить, чем лечить. Скажите, вот такой радикальный способ, как не покупать компьютер, не покупать приставку, он работает? Не покупать смартфон. Действует или не действует? Если говорить кратко, то это, конечно, самоуважение, высокая самооценка, постановка целей, тренировка воли, эмоций, общаться и быть полноценным человеком в разных областях реальной жизни. Все хорошо в меру, Глеб. Да. Мы ответили на твой вопрос. Спасибо большое, Светлана. О симптомах зависимости от видеоигры, о том, как уберечь от нее детей, нашим телезрителям сегодня рассказала психолог, доцент Института психологии БГПУ, кандидат психологических наук Светлана Мясникович. Ну а наша программа продолжается. Продолжение следует.